Расследованием скандала вокруг Петреуса займется ведомство, которое он сам возглавлял. К делу подключается ЦРУ. Сегодня генерал будет объясняться в Конгрессе на закрытом заседании Комитета по разведке. Первый раунд этого заседания этой ночью уже закончился скандалом. Всплыли подробности убийства американского посла в Бенгазе. Оказалось, что это был не просто стихийный протест, но подготовленный теракт. И все это скрывала американская администрация перед выборами. Обвинения во лжи звучат уже в адрес президента Обамы. Александр Хористенко из Соединенных Штатов. Петреусу выкрутили руки. На Капиталистский холм лучше прийти сейчас добровольно, чем потом по суду. Конгресс упорствует в расследовании атаки 11 сентября на американское консульство в Бенгазе. Главное, чтобы Белый дом сейчас не лгал, как он это делал все шесть дней после нападения на консульство. Главное, чтобы Белый дом не рассказывал нам больше сказки о том, что это был стихийный протест против фильма «Невинность мусульман». Это была ложь, в том числе и со стороны президента Обамы. И это непростительное преступление перед американским народом. Я против политических игр, которые устраивают члены Конгресса. Против того, что многие пытаются использовать это расследование, чтобы набрать политические очки. Выборы прошли, Обама победил. Именно он будет президентом следующие четыре года. Сьюзен Райс ссылалась на данные разведки. Петреус же, по словам источников, в Конгрессе сегодня прямо заявит, что с самого начала знал, это был не протест, а террористическая атака. Об этом же свидетельствуют секретные видео с камер наблюдения и беспилотника, которое ЦРУ показало конгрессменам на закрытой встрече накануне вечером. На кадрах, говорят законодатели, видно, как посла Кристофера Стивенса вытаскивают из здания консульства. И сомнений не осталось. Это не протестующие, а террористы. Впрочем, и к спецслужбам у законодателей есть вопросы. Главный из них, почему о любовнице директора ЦРУ все узнали только после президентских выборов. Мы расследовали это дело как обычное преступление. Информация не выходила за пределы Министерства юстиции и ФБР, поскольку, по нашей оценке, угрозы национальной безопасности не было. Вместе с тем, есть информация, что в ходе обыска в доме любовницы Петреуса в Северной Каролине найдено немало документов с грифом «Секретно». Материалы изъяли. Дома Полу Бродвелл больше не видели. В поисках любовницы Петреуса Полы Бродвелл журналисты сбились с ног, а она оказалась совсем под боком в Вашингтоне. Скрывается вот в этом доме, принадлежащем ее брату Стивену Кранцу. Особняк 1906 года, внутри семь спален, площадь более 300 квадратных метров. Этот дом Стивен Кранц купил в июне этого года за 2 миллиона долларов. В общем, есть где переждать опасность. Правда, отсиживаться, судя по всему, не в правилах Бродвелл. Если на этих свежих кадрах она пьет вино в доме брата в одиночестве, то здесь, в компании высокопоставленных офицеров разведки, в том числе Петреуса. Съемка сделана 27 октября, когда любовники точно знали о начавшемся против них расследовании. На тот момент и Петреуса, и Бродвелл уже допросили агента ФБР.